Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 822. События дня. Нееме, 9.16. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою удержали упруго. То есть нельзя было склонить их ни на покаяние, ничего нет. И они ушли. И уже 2600 лет они уже сгнили, и косточек нигде не найти. А вот они были какие-то упрямые, у меня характер, я не такой, как другой, на чужом поводу не пойду, я не зазомбированный. То есть слова-то те же самые говорили, и шею свою удержали упруго. То есть ее нагибаешь, только отпустила, она как пружина опять. Ну слова-то какие, больше нигде не встречается. И книга-то такая же, не порог Исаия. И спроси, еще не ем, я сделал, то и глаза на выпучку. За 15 марта 2018 года. Притча 22.10. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Понимаете, вот это вот скажи. Мы молимся, вспоминаем день. Считаем псалтырь, написанный 3000 лет назад, и как будто сегодня написано. Вот сейчас, считали только сегодня, 34-й псалом. Это мой ответ, это мой псалом. Я его приватизирую. И каждый день, что считает, все мое. Мое. Вот это истинное понимание Писания. Златоуст говорит, так считай. Это сказано лично к тебе. Присвой это. Когда ты молился о том, что прогони кощунника, какого? Значит, около тебя он должен, а значит, как ты прогонишь его? Прогони его, кощунник, а кощунствует. И что? И удалится раздор, а он сеет раздор. И что? И прекратятся ссоры, и брань. Брань это уже их революция. Когда ты молился, и был ли у тебя такой человек? А мне Господь посылает таких. Приходится молиться, они рядом. Они делаются изменниками, иудами, предателями. Я молюсь только, прогони его, вымети его, чтобы молекулы ни одной не осталось. И обрати его. Найди его. Да не погибнет, Господи. Дай ему истинную веру. У него этого человека кощунника. Нету святости. Взаимоотношения он не ценит. Он ничего. Ты его пойми. Вам ничего это не надо. Вы не понимаете. Все время языком-то говорите, а язык бессмысленный. Как несколько шариков положили в жестяное ведро. Железные шарики. Гремят, а ничего нету. Дьякон идет и гремит. Что сделали специально там такие. На ножки ставят пустотелые. Туда шарики положили и гремит, как кандалами. Не стыдно, ничего. Кадила. А зачем она тебе греметь-то? А он не знает. Игрушка. Фентифлюшка. Патриарх один раз коснулась, когда он начал-то. Там все эти жезлы разные, игумени и все. И он увидел это безобразие-то. Чтобы убрали, не было этого. Заговорил, наконец. Почему? А ничего нет. Да хоть и палочкой играет. Епискос с палочкой сидит. А зачем тебе это? Жезл. Какой жезл-то? Ну вот. Были эти жезлы, маршалские жезлы у Гитлера. У этих. Такие маршалы были, которые. Фельдмаршалы там. И он везде. Фельдмаршал идет. И палочка у него. Все видели. Палочка у него. Маленькая, коротенькая. А эта длинная. Опирается на него. Да она ему не нужна. Я местному епископу говорил как-то. Ну она зачем вам? Ты возьми железный такой. Сокрушу, говорит, кости ваши. Для того, чтобы ты гонял своих подопечных-то попов. Ну и мирян. Мирян неправильное слово. Это простых христиан. Евгений Касперский. Игнатий Тихонович. Доброе вам время суток. Смотрю вас часто. Хотел бы, если можно, задать вопрос. Можно ли есть рыбу в Великий пост? Спасибо. Вот. А теперь смотри. Сколько людей в интернете. Многих ли спросят. Даже простенький вопрос. Про рыбу. А что спрашивать он не знает. Он мясо лел, лопает. 150 килограммов весу. То есть, что тонкие мысли родить такое толстое щерево. Жить из-за червей. Вот у меня это и есть. Стихотворение такое. Мыть из-за червям. Отвечаю. Игнатий Лапкин. Можно только два дня за семь недель поста Великого. В верное воскресенье. За неделю до Пасхи. Он называется Вход Господень в Иерусалим. И 7 апреля на Благовещение. Так если первый всегда рыбу можно. Всегда. А вот с Благовещением он тут под вопросом. Но тут еще условия. Если не на страстной последней неделе поста. Тогда рыба можно. Если же до четверга будет Благовещение. То только масло разрешается растительное. А если в пятницу. То и масло не разрешается. Но в субботу Лазарю разрешается икра. Но не рыба. Придумать надо. А что только щерево подходили. Путь в мужчине к сердцу лежит через желудок. Одна писали. Я не знаю сколько. Уже мужей пять. Выходит замуж за богатых. Год два проживет. Скопыльнулся. Нету. Ну и узнают как. Она кормила хорошо. Ожирение сердца. Ее за это никак нельзя наказать. Он любит тебя. Готовила. А именем все присваивала. Все. Юрий Соболев. Мир вам Игнатий Тихонович. Вот интересный материал. Посмотрите пожалуйста. То о чем вы говорите. Епископы католики. Рукоположили несколько лютеран в епископы. Теперь это можно считать церковью. Вот это да. Ну и дальше. Откнешь когда. Тут можно увидеть где. А я отвечаю. Игнатий Лапкин. Этот материал нужно бы дать разным богословам. Чтобы они могли достоверно документированно проверить законность рукополагателей. Таких материалов у меня никогда не было. То есть по порядку. От апостола Петра. Католики. Если католики. И дальше. Каждый рукоположен был. Какой он достойный. Дальше от него ли идет это рукоположение. Это очень трудная работа. У Владимира Русака. Такое есть там описание. Все для. Ну он по русской церкви. От Андрея идет. И далее я говорил. Чтобы проверить кандидатов в рукоположение. Их бывшее учение. И чтобы отреклись от всех ересей. До самой малейшей точки. Вот как. Не просто руки положить. А вот теперь им все это высказать. Какие у них ереси. Нет рукоположения. Они это поняли. Пришли. Дальше. Хулили и Божью Матерь. Как они понимали. Местописание. Это все привести в соответствие с церковными правилами. На дальше могут. Я говорил. Ну скажут. А мы не хотим, чтобы одежда была вот как церковная. Там. Ризы такие. Как попона на коне. Не гнущиеся. А это без этого обойдутся. Пускай не будет. А можно, чтобы мы праздники иконам не праздновали. И это можно. Это канона-то нет на это. И дальше. Вот это вот. А вот что нельзя трогать? И чтобы было заверено, что никогда не будут посягать на догматы церкви. То есть обязательно их печать. Чтобы собрать их всех вместе. А повестили, чтобы свой народ. Что они подчинятся. Принять полностью символ веры в Никеево-Цареградский. Верой в единого Бога Отца Вседержителя. Если же не сдержат того, то в тот же миг станут снова полновесными еретиками. Вот и все. Как только нарушили, все кончилось. Еретики сразу же превратятся в еретиков. У Ария, у Нистория и у Уфтихия было настоящее рукоположение. Но они впали в ересь и вошли в историю как еретики. Вот и все. Это работа. Ни одного дня. Я говорил, что можно уступить и в одежде, в свечах и в богослужении в отдельных моментах. В отдельных? Договориться какие? Говорил всегда конкретно. Чтобы брата Брития было принято как ересь. А они все бритые. Кто руку полагает, те бритые. Ну дальше-то они это не могут принять. И чтобы эти еретики отреклись от всех своих заблуждений в вероучении. Это официально, по каждой общине, чтобы они везде, 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 везде. И тогда только рукополагать. А было это или не было, не знаю. Тут работа не на один день. И может быть не на один год. И чтобы тому учили паспу свою. Никаких галстуков от масонства с анафематствованием таковых. Если ничего этого и не думали делать, то ничего и не было. И не нужно было плодить уже, как бы узаконено в графе, в кавычках, ересь. Это не кавычка, выделяю слово. Если это ересь, так они остались еретиками. Юрий Соболев. Согласен полностью, Игнать Тихонович. Спаси Христос. Видишь, какой ответ надо дать. Надо смотреть. Как это собраться? Я это все заранее уже обдумывал неоднократно. Да, это можно, если бы они поняли. А как? Как принимали старообрядцы белокринитского согласия? Они нашли, проверили друг друга. И вот тогда именно так. Он не замешанный, не верится ни в чем. Их он нигде не мог облегчить. Пошло дальше. Евтушенко Сергей. Москва, 15 марта. Интерфакс.ру. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года. Несмотря на первоначальные данные о том, что пущенный в зал газ не подействовал. В фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин. Президент вспоминает». Какая-то картина Путина называется. Что решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов. А планы были какие? Террористы захватили там кто был? Смотрели фильм. Кавычки открыты. В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там на Красной площади расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу с целью оказать воздействие на руководство на спецслужбы. «Конечно, мы этого не могли допустить». Кавычки закрыты. Говорит Путин во второй части фильма, который выложил в своих социальных сетях коллега Кондрашова, журналист Дмитрий Киселев. Искали способ, чтобы никто не пострадал в России. Потерпевшие теракты на Дубровке рассказали о помощи врачей после штурма. В свою очередь, глава Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, занимавший в то время пост директора ФСБ, говорит в фильме о том, что в процессе подготовки операции искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал. Кавычки открыты. Мы полагали, что такой способ нашли. Работали с учеными день и ночь. Смотрели, какие у нас есть возможности. «Эксперименты с газом». Мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили. Кавычки открыты, закрыты. Говорит Патрушев. Перед началом штурма, говорит за кадром Кондрашов, в зал по каналам вентиляции запустили газ. Компоненты, которые широко используют в мире для анестезии. Однако Путин сообщает, что ночью, когда наступил срок штурма, ему позвонил директор ФСБ и сказал, что газ пустили, но он не работает. На мой вопрос, почему не работает, ответил директор ФСБ. Мы не знаем. Может быть, там какой-то сквозняк его уносит, сказал президент. Хотя мы ничего не знали. Теперь все публикуют. Однако, как подчеркнул Путин, на следующее утро должна была состояться эта трагическая история с вызовом заложников и их расстрелом, чтобы ждать было невозможно. Я задал вопрос директору ФСБ. Ребята пойдут без этого газа? Он сказал... Нет, ты не ударяй, не там. Ребята пойдут без этого газа, если мы их не усыпили? Он сказал, если прикажете, пойдут. И я ему сказал, начинайте, говорит Путин. На вопрос, было ли решение о начале штурма личным решением главы государства. Путин ответил, что никто, кроме него, этого решения принять не мог. О как. А речь шла о гибели бойцов, о гибели людей. Какой он нож на себя взял? Это вот... Это не просто у меня голубенок. Не кормят родителей. Я переживаю, думаю, как стараюсь ему пшенищенку в рот дать. Дальше. После интервью Путин уже без микрофонов рассказал, что отдав команду о начале штурма, пошел в часовню в первом корпусе Кремля. И впервые в жизни стал перед иконами на колени. Рассказывает Кондрашов, добавляя, что через некоторое время директор ФСБ доложил президенту. Газ подействовал. Штурм идет по плану. Вот это он зашел, как он переживал. Он ничего не может сделать. Президент, что он может сделать-то? Газ не подействовал. А они там стоят, только в поезд замкнули, и все взорвется. Смертница. Женщина. Но уснули, никто не замкнул никак. И пошел, и встал на колени. Да он такой. А ты, я говорю, это у меня слезы. Вот этот момент, переживание его. Почему меня так интересует переживание Гитлера? Когда все пошло не так. Вдруг под самой Москвой был. Все славно так шло. И вдруг назад. Что он переживал? Меня вот никак не поймут. Мне не фашизм, мне не нужен никто. Это еще самый момент переживания человеческой души. У кого была такая слабота? Он сам, он фронтовик. У него везде ставка была. Сталин-то не вылазил из Кремля, сидел там. А этот везде был. И все шло как надо. И вдруг застряло, заклинило. Ни вперед, ни назад. Назад нельзя отдать. И вперед ничего. Ударили морозы. Не подготовились. Замерзает. Танки не могут завести. Что он думал? А когда уже после Курской дуги, тут уже все время гнали, и гнали, и гнали на запад. Наконец, высшая граница бывшего Советского Союза. Меня интересует именно переживание души, которую Бог создал. Как это не понять? Я прикидываю, с кем, с чем можно это сравнить? Что столько строил, делал, такой гениальный человек, и вдруг все не пошло. Ну что ошибка, чья была моя? Или эти генералы все время там заговоры делают? Кто виноват-то? Ну а дальше-то что? Дальше что он видит теперь? Его берегут, пылинки сдувают, и вдруг пистолет берет и себя стреляет, или прячет его где-то в Аргентине. По сей день никто не знает. Как пережил он? Вот секретарь Юнге пишет, она была с ним. Молодая девушка, там 22 года, кажется. И она теперь после войны, она тоже пострадала. И она говорит, я ждала. Вот он дает завещание, уже все. Завтра он уже погибнет. Или в этот же вечер он расстреляет сам себя Гитлер из золотого пистолета. Теперь думает. Вот сейчас скажет он и покаяться. Что он наделал-то? Что он наделал? Как он гнал народ божий евреев, там убивал, давил, всех славян там под ноготь взять. Я ждала, говорит, но ничего этого не было. Что, сумел себе удержать это? Или никакого переживания не было? Да было. Потому что за это время, как вот началось отступление, он будто бы прожил полвека. Состарился сразу. До этого идет бодрый, как офицер, как он по форме одетый. И вдруг согнулся, стоит, весь трясется у него. После войны там, да после взрыва, рука-то поврежденная была. Меня вот это интересует. И вчера вдруг пишет. Андрей Недоступ. Андрей Недоступ. Матфея 16-18. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ах, что это, почему я говорю? А к нему написал Олег, сват. Там он еретик, он никому не баптист, никому сам себе. И у него там знакомые наши, я не знаю это, но говорят, которые были, ходят там вот тоже занятия. Я вот вчера только подумал, вот они были на занятиях, на наших, которые Сергей ведет. По порядку посчитаю. Вот Михаил Гордеев был, и он начал там все это, Бучин, ведь я сказал все сразу, его как вышибло оттуда. И он сразу все это, этот ухаживал за ним, сколько лет он все это порвал, и вы еретики. И вот теперь, Олег точно так же начал. Ну и пришлось мне тут же, прямо во время занятий, я сказал, сказал, его вышибло сразу же, он больше не пришел. И теперь он объявил войну. А что он объявит-то? Какой он? Он больной. Ничего нет. И тот тоже больной первый. И точно так же был и Роман Малаш. Малыш. Точно так же. Тоже на занятиях, и начал там свою эту глупость выставлять. Я его сразу осадил. Какой силы имеет Слово? Он сразу озверел буквально. Наутро уже против меня пошел. Против меня пошел, это все остальное уже разрушено, потому что ты, разрешение мое было, ты приехал, переписывали, с ним-то больше, чем я никто не был. И он осатанил просто. И первый, второй, третий, все одинаковые результаты. Я думаю не о них, теперь думаю о силе, слово, которое Бог дает. Слово, сказанное с властью. Слово, сказанное согласно Слову Божию. В Духе Святом. А результат у всех одинаковый. Мгновенно Бог. И теперь этот сватся сидит дома, он сидит, а у него вес 150 килограммов. Ну, какой он? И он теперь написал, там взял из Кызыльской епархии, там тоже такие, озверелый. Его щенком называют. Максим Степаненко, они нападают на меня. В миссионерском отделе, глава, там ничего нету, все пустое. Злобно, я говорю, как Харек в капкан попался. Антон Дулевич. Я говорю, знать не знаю. Когда поговорили, ролики я выставляю, там мне сказали, не выставляй пока, попросили. Я через три дня прихожу, его нету, украли. Ну, умеют люди делать. Украли нет опять. А почему вы не вставляете? Игру какую затеяли-то. И вот теперь то, что он против, говорит, а под каким вы теперь епископом? Мы под каким епископом? Как Жириновский говорит, мы ни под кого не ложились. Это вы, с Пугачевой, перед всеми правителями, под всех постелались. Как это, говорит он, «А ты сучка грязная на Б», вторая буква в алфавите, здорово сказано, Собчак, Ксения. Он ее осадил сразу, «Грязная сучка, и ты учишь нас еще, как жить». Это точно та же история их охватила. Мой ответ, 34-й псалом, прочитайте. И он теперь рассылает всем, всем, которые там, самый злобный, говорит Дулевич, он это все копирует и рассылает. И вот теперь он рассылает на Андрея Недоступа. А Андрей Недоступ говорит ему, «Нахожусь в церкви и славлю Бога». Олег Сват, вы участвуете в раскрутке раскольника. То есть он безбожник какой-то, но я раскольник для него. Вообще он оттуда берет. А он какой раскольник, ему этого нужды нет, он копирует. Андрей Недоступ, вы какое-то, имеете отношение к православию? Ну вот просто так спросил бы, он сказал, «Да, я еретик, никакого отношения не имею, враг православия». Ну а что он говорит? Олег Сват, к данной теме это не имеет никакого отношения. Ну все. То есть он не скрыт, и фамилия ли его Сват, это или он придумал хряк этот, не знаю. Хотите побеседовать, прошу в скайп. Он говорит, Андрей Недоступ отвечает. Самое непосредственное как раз имеет сегодня. Вот сегодня к этому относятся, что имеет самый непосредственный. С кем разговаривать-то буду-то? А он вызывает его. Так, Олег Сват. Олег Сват, к данной теме это не имеет никакого отношения. Ничего себе. А так от кого я буду? Ты вы оправдайтесь, канон есть. Если он обвиняется, ну юритик, он обвиняется, он против всей церкви идет. Пока там не обвиняешься, не оправдаешься, от тебя никаких обвинений-то не будет. Ничего нету. Они все одинаковые. А я все время думаю, вот как Господь возвысил путь мой. Сколько их вокруг меня? Они больше нигде. Они не на мне задействованы. Они сидят, говорят, хрюкают, лают, но никуда даже двинуться не может. Их парализовало. Они как манкурты. Сидят и не знаю, забыли, до чего живут. Это мой материал, мой YouTube. А они никуда ничего не... Они ничего показать не могут. Ни один. Ни один, о ком я говорю. Кроме ненависти ко мне. Хотите побеседовать, прошу в Skype. Это Олег Сват. Андрей Недоступ. На беседу вы вышли. Со своей стороны такого желания не имею. Вот и все. И отошел от него. Он мне переслал. Олег Сват. Раз так, то нет смысла и дальше говорить. Надумайте поговорить. Пишите. Нет смысла. Ему смысл излить свой яд, блевотину изблевать. А я им 34-й псалом. Считай. Олег Сват. Раз вам нравится быть участником в чужих грехах, это ваше дело. Это говорит человек, который не в церкви, не причащается. Никакой совершенно. Он говорит, как власть имеющая. А какой? Бес, что говорит, то это демонизм. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Псалом 79-й, 14-й стих. Лесной вепрь подрывает ее и полевой зверь объедает ее. Это большой кабан. Лесной вепрь. Так называется. Третья ездра 15-30. Выйдут, как вепри из леса, неистовывающие в ярости. Вот он кто такой. Я ему отвечаю. Игнатий Лапкин. Это злобный ретик. Весом лесного выпряка бы на 150 килограмм. А толстая шрева не рождает тонкие мысли. Я бы загонялся за ним, да мне век никто не нужен. Зачем? У меня работа своя. А у них нет работы. И они ничего не могут сказать. Отошел Гордеев что-то, сказал, нет, ни одного ролика нету. Такое, чтобы наставить. Нет, то я каждый день выставляю 10 роликов. Это и начитый на Златоуст, и Библия, и добротолюбие. У них ни одного, притом все одинаковые. Ну, Роман что-то выставляет, малыш, но только там из моих же книг берет, или кто сейчас сказал, то есть чужую блевотину со щепками проглотил, подавился, все потерял. Дальше. Притча 18.2. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Я и ролик так назвал. А какой? Он не любит, если бы он любил, он бы читал Златоуста, молился бы. А молитву-то, молитву-то, на молитве человек не может быть таким. Притом непрерывно. Вот вчера, допустим, я в общей сложности примерно 50 или 70 человек заблокировал. С матерками со всех сторон лезут. Тучи идут. Это уже у меня 4 тысячи с лишним таких только. Вообрази 4 тысячи. Александр Марьясов. А теперь у него не получилось еще с Андреем Недоступом. А Андрей Недоступ работает у меня. Каждое вот это событие дня, он смотрит, на какой минуте, о чем я говорил, я выставляю. Под роликами я выставляю. Каждый день он работник. Его Бог мне дал. Два Андрея. Александр Марьясов. Да пребудет на вас милость Божия. К этому свату говорит. Он на него вышел теперь. На Александра Марьясова. И даст вам мир. Игнатий Тихонович Лапкин мой духовный отец. А что я выбрал, на то мне сам Господь указал. Благодарю вас за переживание и беспокойство о моем спасении. Спаси и сохрани вас, Господь, и родных сердцу вашему. Вот он так ответил, этому свата. А сват ему отвечает. Олег Сват, благодарю за благословение. Пусть вас Господь благословит на его путях, да исправится всякая кривизна в сердцах наших. Захотите побеседовать, буду рад с миром Божиим. Какой мир? Он мир даже не знает, что такое. Я ему что-то сделал, нет? Ну ты заботься о душах людей-то. А вот только на готовом и теперь всех настроить против. И кто ко мне ходит, в это сблевать, то, что он уже переварить не может, чтобы люди эти отошли. Другой цели у него нету. Олег Сват, хотел бы поговорить на тему. Господь указал на Лапкина Игнать Тихоновича. Для чего указал? Это ему Господь указал. Какой Господь? Это рогатый, с копытами. Александр Марьясов. Олег, мир дому вашему. Это не та тема, это моя жизнь, в которую мне Господь послал замечательного верующего человека Игнатия Тихоновича Лапкина. Господь через... Посмотрите, как он слушает Олег-то. Он трясется, весь этот студень-то трясется. Он пронизывает его. Как так? Как он не видит? Он ослеп, Марьясов не видит. Перед ним кто? А он не знает. А Марьясов дальше и говорит. Господь через Игнатия Тихоновича указал намного то, что я раньше воспринимал иначе. И я не имею никакого желания рассуждать или обсуждать личность Игнатия Тихоновича. Вот Роман не так сделал. Роман, малыш, сглотнет все, что ему говорят и меня сразу перекидывает. Как лютый враг. Но он бы мгновенно восстал, сказал, это не так. Вот мне что-то высылает. Высылает? Нет, какие-то там. Я вижу, это не соответствует действительности, я его сразу, они называют, забанить. закрыть его. Ну, они их там наняли на меня, деньги платят. Это я узнал, может быть, человек 50. И каждый день выставляет и выставляет деньги, большие деньги платят. И хвалится один там, а я теперь в Таиланде, у меня огромные деньги, я в лучшей гостинице за то, чтобы клеветать и прочее. Для меня это велика ваша награда на небесах, когда имя ваше понесут как неугодно. Гнали меня, будут гнать и вас. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Я знаю, меня Бог одобряет. И 34-й Псалом сразу им. Все мы разные и все имеем на некоторые вещи немного несовместимые позиции. Важно то, что Бог видит нас каждого через сердце и помыслы наши. Добры они или худые. А для меня нет плохих людей. Есть просто люди, за которых нужно больше молиться. И ваш я разговор почему-то предвижу, в каком он будет строиться русле. Я чувствую людей. Вот так. Нынче беда в другом представляется. Все становятся учителями. Все хотят учить. Все хотят убедить кого-либо смотреть на вещи, как видят это они. И даже, наверное, как им нравится. А сами совсем не живут, как учат. Они больше похожи на двоечников курсантской школы, водителей. Теорию уже заучили до совершенства. А сами ездить не могут. Ни других научить. Вот возьми, допустим, Арман. Все еретики, патриарх еретик, вся церковь еретическая, батюшка еретик, а тут же принимал крещение, причастелся. ИНН. Это все, это ИНН, там нельзя прикоснуться. Поехал в Омск к Василию Савельеву, причастелся. Он говорит, у нас везде ИНН. Он ничего не получил никак. Даже, даже малюсенького изменения нету-то. Но только в другом месте ИНН. А у самого машины есть, ИНН. Роман, тут посмотри. И ты, что куда-то движешься, был, все документы. Ты сейчас просил, чтобы прокуратура там позволила остаться, еще там продать что-то. На суд подал-то. Это тоже под ИНН стоит. Все документы. Слава Иисусу Христу. Проверяет. Дальше. Вот для таких Игнатий Тихонович как прекрасная тряпка для быка. Вот так. Которые ничего не знают, они как красная тряпка для быка. Абсолютно точно. Воистину прав был в своем изъяснении Николай Сербский, излагая то, что первые люди мало знали, но много понимали. Потом стали больше знать, но меньше понимать. Вот так. Видишь, как я пришел. Для таких как красная тряпка для быка. Последние будут много знать, но ничего не понимать. Храни вас Бог. Считает, Библию держит, но он против церкви. Он не причащается церковь вообще этот сват-то. Он сватает тебя за сатану. Выходи замуж за него. Я их понимаю, о чем они говорят. Дальше. Александра Мальяса. Опять добавил еще. Благодарю вас, дорогой Игнает Тихонович. Вы научили молиться, а в молитве Господь явно открывает в некоторых позициях ту черту для человека, что вот до сих пор можно. Дальше ни-ни, имея в виду себя. Братьям и сестрам низкий поклон. Благодарю всех за молитвы. Спаси Христос. Теперь я даже знаю, кто навел его на меня и почему он так строит разговор свой. Никогда не ожидал от близкого мне человека. Говори. С Богом. Что может поступить так, о ком речь, вы знаете. Вот даже просят, простые пещи, просят благословения каждый раз. Душа, которая у нас просит. А эти что есть? А у них ничего нету. Нету ничего. Для таких, как красная тряпка для быка. Абсолютно правильно. Ну и показать какие у меня ресурсы. Это мой мир. В моем мире. Много очень всего у нас. Дальше. Есть у нас форум. Вот сколько за вчерашний день пришло. 447 человек. Ну, 447-то я в глаза не видел. За ограду не выходил. 447. Так, посиди здесь пока. Подожди здесь. Ну, все, значит, так. И покажу я этот наш форум. Очень грамотно составленный, легко пользоваться. Дальше. Ну, и наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Сейчас. Ну, и вот еще во свете Библии. Так, это наш библейский православный сайт. Сколько время прошло? 31 минута. О, как раз полчаса. Сейчас покажу, что насчитывал. Это Володя Пасченко. Так, ну, все, на этом останавливаем.